Привет! Сегодня расскажу про аквариумную рыбку Данио Хопра, красивую рыбку-малышку. Еще и называет Данио Светлячок, самый тот для наноаквариума. Родом это интересная рыбешка из Юго-Восточной Азии, Бирма. Там они населяют реку Ираваде и ее притоки, предпочитают места с медленным течением. В природе Данио Хопра питается мелкими насекомыми, их личинками и зоопланктоном. Данио Хопра впервые обнаружил в 1928 году доктор Чопра или Хопра, в честь которого рыбка и получила свое имя. А в аквариумах она появилась только в 2003 году. Благодаря тому, что эта рыбка достаточно легко размножается в домашних условиях, вывоз ее из природных водоемов прекратился, едва начавшись. И поэтому вымирание ей не грозит. Тело у Данио Хопра вытянутое, анальный плавник тянется до хвоста, хвостовой плавник вильчатый. Окрас тела серебристо-оливковый с продольной красной полосой, под которой находятся темные поперечные полоски. Плавнички почти все прозрачные, с желто-зелеными и темными полосками. Вырастает в среднем до 3 сантиметров, продолжительность жизни в аквариумах 3-5 лет. Самочки покрупнее и полнее самцов, самцы стройнее и ярче окрашены, особенно это заметно во время нереста. Температура воды от 20 до 28 градусов, в идеале около 24, жесткость до 15, кислотность 6,5-7,5. Содержать Данио Хопра лучше стайкой из 8-12 особей. И для такой стайки желателен аквариум от 30 литров. Аквариум нужно снабдить крышкой. Эти рыбки отличные пловцы и прыгуны. Любят чистую воду, поэтому стоит установить фильтр. Аэрация обязательна, если рыбок много и они постоянно кружатся у поверхности воды. Нужно за ними понаблюдать. Если сомневаетесь, то лучше ее сразу установить. Раз в неделю нужно подменивать 20% воды на свежую. Слишком густо засаживать растениями аквариум не стоит. Данио Хопра очень любит плавать со сверхзвуковой скоростью, и им для этого очень нужно свободное место. Растения можно посадить вдоль стенок, а на поверхность пустить плавающие растения. Освещение любое, очень хорошо, если будет и яркое, и рассеянное освещение. В этом и помогут плавающие на поверхности растения. При такой игре света рыбка оправдает свое второе название – светлячок. Стайка плавает во всех слоях воды, с хищниками содержать нельзя, они эту прекрасную мелочь запросто слопают. Сами Данио Хопра рыбки мирны и никого не трогают, разве что своим шустрым поведением могут лишить спокойствия более спокойных соседей по акве, особенно во время кормежки. Сами светлячки корму неприхотливы, с радостью поедают сухие, живые и замороженные корма. Главное, чтобы корм был мелкий. Отлично подходят дафницы, клопы, артемия, мелкий и резанный трубочник. Размножаться начинает в возрасте 6-8 месяцев. Нерест может пройти и в общем аквариуме, если много зарослей, то глядишь и несколько мальков да и выживут. Такой спонтанный нерест может быть хорош тем, что самки вовремя избавляются от икры и у них не образуется киста. Но для целенаправленного разведения лучше использовать отдельный аквариум-нерестовик. Для этого подойдет емкость от 20 литров с уровнем воды до 10-12 сантиметров. В паре сантиметров одна необходимо установить сетку с такой ячейкой, чтобы икринки проваливались, а родители их не достали. Низкий уровень воды также способствует тому, что родители не слопают икру. Рыбки очень шустрые и при высоком уровне воды, пока икринки падают до сетки, родители ее могут запросто поймать и съесть. В качестве защиты икры от родителей может подойти яванский мох, но сетка лучше. Освещение нерестовика слабое. Параметры воды те же, что и в общем аквариуме, только температуру после посадки производителей можно постепенно поднять на пару-тройку градусов. Это для стимуляции нереста. За неделю до посадки на нерест самок и самцов рассаживают по разным аквариумам и кормят живым кормом. Самцов должно быть больше, чем самок. Как только станет заметно, что самочки набрали икру, у них увеличивается брюшко. Рыбок пересаживают в нерестовик. Обычно на следующий день с утра начинается нерест. После нереста родители сетку убирают. Через сутки икру стоит осмотреть и убрать мертвую. Она побелеет. Через трое суток появляются личинки и еще через пару суток они поплывут и будут искать корм. Первый корм инфузории науплей циклопа. Можно выкармливать и спец кормами для мальков и кромечущих рыб, но живой корм предпочтительнее. С него Дани и Хопра лучше растут и в итоге будут иметь хороший иммунитет и окрас. По мере подрастания их нужно пересадить в более просторный аквариум. Через пару-тройку месяцев мальки уже достаточно подрастут для посадки в общий аквариум. На этом про Дани и Хопра все. Здоровья вам и вашим питомцам. Пока и до новых встреч на канале.